Пришла мне посылка от мастерской Pithub И что там я уже знаю Там новый перистатический насос Давайте-ка откроем и все посмотрим Стельмастер это всегда самые передовые технологии Делают такие вещи, про которые многие даже и не слышали Итак, давайте-ка извлечем все из коробки Смотрите, ребятки Ножницы, вот это я понимаю Анатолий заботится о своих клиентах Сразу же кладет ножницы для распаковки товара Ну что ж, респект Перистальтический насос Pithub V3 версия 2 Для жидких и густых брак Производительность до 310 литров в час Вот это сила Так, ну сейчас вот с помощью волшебных ножниц, которые были в комплекте Я это все распакую и покажу вам Что здесь Ну здесь понятно насос А вот в этой коробочке Так, здесь я вижу шнуры, шланги Так, все сейчас это распакую, разложу и покажу Для начала давайте посмотрим, что же мне прислал Анатолий А именно он делает эти замечательные насосы Pithub Непосредственно сам насос Сетевой шнур Это шнур для подключения автоматики То есть автоматика может управлять насосом Датчик пролива Два вот таких запасных статора для головки Набор шлангов Это винты для головки тоже в зипе Стандартную комплектацию Если кто-то будет заказывать вот этот насос Уточняйте у Анатолия Потому что здесь Анатолий прислал мне с небольшим запасом Так, сейчас давайте я вам расскажу характеристики этого насоса Ну и потом мы, конечно же, его включим Посмотрим, как это все работает Управление здесь очень простое На передней панели, видите, есть три кнопочки Старт вперед, старт назад, стоп Это ручка управления скоростью насоса Так, на задней части у нас разъем для питающего шнура Разъем для датчика пролива Разъем для подключения внешнего управления Вот этот переключатель переключается в том случае Когда насосом управляет автоматика То есть я не знаю, в каком он положении должен быть Но вот в инструкции написано, что если вы включили насос без подключения автоматики И нажав на старт, насос не заработал Просто переключите переключатель То есть в процессе я разберусь, в каком он положении должен быть Итак, давайте кратко про характеристики насоса Кстати, забыл вам сказать, но вы, наверное, уже поняли, что к насосу идет вот такая инструкция Здесь все очень детально и полно описано Перисталитический насос PitHub предназначен для НБК и пивоварения с максимальной производительностью до 310 литров в час Предназначен для высокоточного дозирования перекачивания жидкости В нем используются шаговые двигатели высокой мощности NEMA23 с энкодером, который контролирует движение двигателя Если происходят пропуски шагов, компенсирует их В данном случае это позволяет развивать больше оборотов двигателя Высокомощный драйвер с током до 4,2 А позволяет перекачивать густые жидкости Драйвер малошумный с интерполяцией шагов Максимальные обороты двигателя 1100 оборотов в минуту Источник питания встроенный в блоке управления Также использованный новый шим-контроллер В отличие от старой версии позволяет производить плавный запуск двигателя на малых оборотах В старой версии насос стартовал не выше средних оборотов Имеются кнопки запуска насосов вперед и назад Стоп, ручка регулировки скорости двигателя Параметры скорости оборотов сохраняются в память отдельно, как вперед и назад Параметры скорости оборотов сохраняются в память отдельно, как вперед, так и назад В разработку этого насоса я тоже вложил свои маленькие 5 копеек Давайте расскажу, какие лайфхаки я предложил Анатолию А он их впоследствии реализовал Что бы мне, допустим, хотелось? Наверное, мне бы хотелось, чтобы вот этот сетевой шнур отключался Ну, то есть, знаете, как сделано у всех там компьютеров Компьютерный шнур По-моему, было бы очень удобно Что датчик отключили, шнур отключили Все, с насосом ничего нет Шланги тоже отключили Напомню, что датчик этот вот сюда под головку подкладывается И смотрите, вот у меня сразу же для Анатолия появилось РАЦ-предложение То есть, разумно бы было сделать, чтобы датчик не соединялся вот таким образом с насосом А, скорее всего, лучше было бы, если бы он уже был встроен вот сюда вот в головку И там внутри где-то подключен То есть, это намного удобнее, я считаю Вот видите, по итогу появился и компьютерный шнур И держатель для датчика Видите, сейчас датчик вы просто вставили Он нигде не болтается по столу Следующий шаг, который я хочу подсказать Анатолию И который, возможно, он реализует Надо уйти вот от этого шнурка Наверное, можно здесь какие-то контактики делать Чтобы вы просто взяли вот этот датчик Вставили и все То есть, не будет никаких лишних проводов В комментариях меня иногда спрашивают Че Гевара, а зачем тебе столько самогона? Ну, явно ты им барыжишь Самогон, конечно, я не пью в чистом виде Я из него делаю разные вкусняшки Например, настойки Давайте покажу вам, что это за настойки В своем недавнем ролике я показывал Как готовлю самбуку, макадамию, апироль, кампари, сальсу А еще в ближайшее время я планирую сделать Куантро, блю кюрасао, абсент, ликер мятный Ну и, конечно же, хреновуху, как без нее Все эти готовые наборы настоек От алтайского винокура Если вы заказываете настойки у алтайского винокура На сумму 1950 рублей То доставка бесплатная А еще у алтайского винокура акция Банный набор в подарок Ну, а также масса других товаров Разных настоек ручной фасовки Ссылка на все товары будет в описании В комментариях обязательно кто-нибудь напишет Да не ведитесь вы на всю эту рекламу продаванов Зайдите на Алиэкспресс Купите там на 4-5 тысяч запчастей И сами соберите насос Большое спасибо, что показали принцип работы насоса А так, что за название переплачивать? Ему в базарный день 2-2,5 тысяч рублей цена Вот видите как, человек первый раз в жизни В 30-секундном ролике Увидел перистатический насос И говорит, все, я понял, как это что работает Сделаю его за 2,5 рубля И вот если вдруг прямо сейчас У кого-то в голову запала такая шальная мысль А правда, давай-ка пойду на Алиэкспресс Куплю там на 2,5 тысячи каких-нибудь железяк Открою YouTube Посмотрю, как-то все там это делается И сделаю себе вот такой насосик Задешево, сразу скажу Эту мысль похороните Потому что, ну вот, все, что вы сможете сделать Это какое-нибудь вот слабое подобие Вот этого дешевенького насоса Малопроизводительный Шумный Качает с пропусками шагов Понятно, что ни про какую густую брагу Тут речь вообще не идет Шланга хватает буквально перекачать 150 литров браги Вот в этом насосе Один только двигатель с декодером Стоит 5 тысяч рублей То есть все хорошие вещи стоят дорого И если вы купите что-то дешевое То значит оно вас просто Либо не будет работать Либо не будет вас устраивать Ну а кроме того, кроме двигателя Здесь нужен хороший блок питания И это не какая-то зарядка от вашего телефона Нужен кулер Хороший, производительный, бесшумный Нужен драйвер А самое главное Нужна головка Анатолий эти головки Печатает сам на своем 3D принтере И вот сейчас я вам покажу Как он эти насосы создавал То есть делается насос Под него делается головка Головка ставится Проходит испытание Как она шумная, не шумная Какая производительность Как она влияет на износ шланга Делаются выводы Снимается эта головка Печатается новая Опять ставится Опять проводится испытание И так делается пока головку Не сделаешь хорошую Спросите себя Вы где эти головки будете печатать Кто вам их будет печатать Ну кто-то опять скажет Да конечно продаются на Алиэкспресс На Алиэкспресс вы купите Какую-то головку Которая возможно не подойдет К вашему насосу Так что, как я уже сказал Мысль сделать свой насос Себе самому Просто так задешево Сразу откиньте Купите хорошее готовое изделие Анатолий начал насосами заниматься Потому что он решил это поставить На коммерческую основу То есть решил их продавать На испытания Он потратил большое количество времени То есть первый насос у него родился То есть через 4 месяца Ну вот и представьте Опять-таки Было еще немалое количество средств на это Затрачено Ну давайте что я вам рассказываю Давайте вот посмотрим Коротенький фильм про это Новые Кодзи от Номикай Больше не запаривайтесь С запариванием сырья Брагман Самые известные турбодрохи Вся линейка от спиртовых И до вискарных Алхимия вкуса Это сотни готовых наборов Самых легендарных настоек А также щепа французского дуба Все эти товары вы можете заказать По ссылке в закрепленном комментарии А также и другие товары Для домашнего самогоноварения Собрал прототип Пришли только моторы Высоту насоса подкорректировал Под шлангу 14-ю силиконовую Соответственно поднял ротор Все остальное И откорректировал В общем выходные отверстия И под диаметр трубок В общем и высота тоже изменилась Так трубочки на наглядности стоят Вроде все Еще померче косяки исправлю И будет все окей Так снизу еще будет дополнительно Демпфер из силикона Здесь полностью по всей На принтере спечатаю В общем будет шум Который издает мотор Во время работы с насосом вместе Будет гасить как раз этот весь звук То есть я думаю что будет Довольно тихо работать Ну так пока все В общем собрал Так этот повышу так Вроде льет Единственный момент Короче я еще не понял Как ну ведут короче сильные наводки Надо как то модуль разместить Пальцем задевая Или рядышком руку подносишь Вот Короче надо как то Куда его разместить Потому что в корпусе Куда не пихаешь Везде он делает наводки Вот на такой частоте Он качает примерно 60 литров в час Шум от двигателя Я думаю слишком громкий Но это из-за драйвера Если поставить более дорогой драйвер Более тихий Такого шума не будет Раскрепил Шланги А то не выскакивает От вибрации Чем быстрее тем тише Так вообще его не слышно В общем тут еще некоторые вопросы у меня появились По поводу этого насоса В общем нашел я обзор по вашему насосу У вас же на канале И у других блогеров Точно такой же этот же насос В общем физик Это тот же самый товарищ разработчик Вот этой головки Вот он ее выложил в открытый доступ Я у него и скачал ее кстати Вот А узнал про нее у счастливчика Ну как я вам говорил раньше Вот У меня в общем такие вопросы есть В общем реверс вообще он нужен или нет Здесь можно реализовать реверс Но физическим переключателем Вверх-вниз Отдельно Потом Как я уже говорил Датчик воды Ну пролива этот Подключу Я нашел конкретно Под свою модельку Вот этот У китайцев Вот этот прибор Такая же пластина Как у вас Потом Еще один момент Внешнее подключение У вас Там я видел кабелек Там 4-пиновый кабель Что за кабель И Как он вообще выглядит У вас наверное фотографии Распиновка Есть инструкции Можете скинуть Если что Фотку Чтобы я посмотрел Вот Я так понимаю Там Как я еще смотрел У физика На канале Он вкратце Говорил что там Питание По этому же кабелю И питание Отдельно идет То есть розетку Не надо втыкать И это Сигнал идет Ну как типа Чтобы Чтобы Пере Как Полюсовки Или как он там Как же сказал Правильно Ну чтобы Разница потенциалов Напряжения Не переходила Вот что Вот Ну в принципе Если сюда кабель Подключать То Опять же Тумблер Переключатель Полностью То есть он Отключает внутренний блок Питания И включает уже Питание С этого кабеля То есть как это Подключать Реализовывать Мне еще немножечко Как загвоздка Потом По управлению Поподробнее расскажу Что у меня Нету Здесь фиксированное Количество Перекачивания Жидкости Потом Произвательность Насоса У меня Высчитывается По килогерцам То есть Если в один килогерц Я выставил Вот я запустил Насос 500 герц Ну полкилогерца Получается Тут сколько он Получится 2-3 литра В час Перекачивать Будет Вот Соответственно Я увеличиваю Обороты И вот он качает Вот уже 1,1 кгц Постоянно путаюсь Вот Я увеличил Вот Выше 10-11 кгц Он Начинает Подклинивать Ну и Мощность Немножко падает У насоса Но с новым Драйвером Он будет Помощнее Чуть-чуть То есть Я его пальцем Усилие прилагаю Усилие прилагаю Так Ну вот Вот Сейчас делаю Где-то на 8 кгц Вот Его становить Очень сложно То есть Он Чувствуется А я его выключил Так Нечайно Выключил В общем Тут Просто Крутишь Он Включает Выключает У меня После нажатия Увеличивает Скорость Для густых Брах Ну я должен Подтянуть Потому что Усилие такое Достаточно Предлагается Прилагается Вот Ну Вроде Как Все То есть Больше У меня В общем Никаких Вопросов Других Нет Там Придут Драйвера Подключу Посмотрим Как она Будет Может быть Даже Если Опять же Те драйвера Не будут Устраивать Еще Другие Более Дорогие Более Мощные Закажу Под Такой Мотор Вот Он Максимум 1,7 Апера Потребляет А в данный момент Здесь уже В этом двигателе У меня 1,2 Апера Подается Питание На этот двигатель То есть Еще запас Где-то 50% Мощности Можно ему добавить Но Драйвер Больше не выдает В общем Собрал Обновленный Двигатель Помощнее Немножко Поставил В полтора раза Мощнее Можно еще Кстати В два раза Мощнее Купить Нашел В общем Единственное Что минус Блок питания Немножко Слабоватый При Остановке Электроникой Короче Срабатывает Защита Блока питания По перегрузу Сейчас Тоже Новый блок питания Идет Я его заменю И будет В принципе Будет В принципе Готова Конструкция На данный момент Сейчас он Работает В общем От воды От протечки Тоже штука Есть Поставил И сделал Реверс Механический Правда Сзади Не электронным С этим А вот сзади Сейчас Покажу Так Вот он Работает Так Не в ту сторону Делаем Реверс Работает Довольно Тихо Не слышно Совсем Водичку Засасывает Хорошо Я специально Банку вниз Поставил Чтобы показать Что он Тянет Офигенно Когда палец Прикладываешь К нему Он притягивается Так Что Поднимается Сам Насос Сейчас Увеличим До 6 Килогерц У меня Выше 6 Начинает двигатель Шуметь И пропускать Шаги В принципе Так Вот Качает Он Сейчас Мы Протечку Померим Все Чуть 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 Надо Уменьшить Слишком Максимально Сделал Влажным Пальцем Задеваю Реверс Все Водичка Обратно Пошла В общем Я решил Не заморачиваться С бюджетным Таким Вариантом Такими Моторчиками Дешевыми Стоимость Мотора 400 рублей И у этого 1400 рублей Он Мощнее В 4-5 Раз Этого Двигателя Соответственно Под этот Мотор Вот Сделан Это Уже Который Готовый Проект Брал В общем Все-таки Вот этот Насос Он Рассчитан На шланг На 8 Максимум 10 Мм Ну 8 Мм Идеально Более-менее Для него Будет Крутить Соответственно Под густые Браги Не подходит Вот Думал Все-таки Бюджетный Вариант Собрать Не получается Решил Не заморачиваться Сразу Купил Мощный Мотор Соответственно Я под него Это уже Сам Разрабатывал Сделал Большего Диаметра У него И производительность Выше И за счет Того Что радиус Больше Между Подшипниками Расстояния Большое Шланг Немножечко Выправляется А на этом Он вообще Не управляется Приходится Использовать Вот такой Привод С такими Ушами Который Он Немножко Выправляет За счет Этого Он быстро Изнашивает Шланг Стирает В этом Месте Даже Силиконовой Смазкой Шланг Недолго Живет Вот Но Диаметр Увеличился Производительность Тоже Увеличивается За счет То Что Быстрее Крутится Он Из-за Диаметра То есть Прохождение Подшипника Вот этого По стенке Быстрее Происходит Ну и Пришлось Под этот Мотор Естественно Более Дорогой Мощный Драйвер И блок Питания Вот Но Зато Он Всасывает В общем Любую Густую Браку Какую Хочешь Он сосет В общем Давит Тоже Ему Пофиг Он Давит Как Этот Я не знаю Как Домкрат В общем Я Шланг Зажимал И у меня Спатрубка Даже Сорвало Шлангу Один раз Стрельнуло Так Что Это Ну Потому Что За счет Того Что Пружина Мощная Поставил Давит Хорошо Надо Будет Немножко Увеличить Толщину Стеночки Потому Что Небольшие Информации При работе Есть И он Начинает Пропускать То есть Это Ну Это При Очень Больших Нагрузках Я думаю Ну Что Их Небудет Лучше Уж Делать Так Уж Делать Хорошо Так Ну Покажу Как Работает В общем Драйвер Немножечко Шумноватый Но Я Посмотрел Еще Драйвера Там Другие Варианты Они Чуть Подороже Возможно Они Не Такие Будут Шумные Как Вот Драйвер Но Для Работы Я думаю Насосы Приемлемые В общем Тянет Он Вот На таких Даже Малых Оборотах Сейчас Даже Потише Сделаю Слышно Как работает Двигатель На малых Оборотах На более Высоких Не Слышно Как работает И Вот Он Спокойно Тянет Воду Без проблем То есть Гинеметичность Вообще Идеально Получилась Насоса То есть Он Не травит Не пропускает Вот Так Увеличиваем В общем Максимальная Произвательность Где-то 160 литров У него Вот На больших Оборотах Его почти Не слышно Ну На демпфер Я его поставлю Корпус И он Чуть-чуть Потише Будет Раза в два Тише Будет Его слышно Как работает Примерно Так же Как сейчас Он работает На столе Он еще Нет Даже Вот так Можно поставить Примерно Так Он будет Работать В общем Работает Довольно Быстро Вот Сейчас Такая Скорость Максимальный Оборот Вот Так же Датчик Протечки Жижи Ну И соответственно Я думаю По внешнему управлению Стоит делать Порт Или нет Но Если кому-то Надо Его можно Посадить На Старстоп Так же Если его Садить на Старстоп С какими параметрами Он тут был Настроен С такими же параметрами Он и запустится Мы его сейчас Включим Выключаем Его Из розетки Включаем Он так же Запустился В общем Была такая Проблема Периодически Падала Мощность Втягивания На малых Оборотах Особенно Это сильно Было заметно То хорошо Тянул То плохо Пришлось Изменить Немножко Конструкцию Потому что Шланг Чуть-чуть Гулял Относительно Центра Роликов То вверх То вниз И соответственно Подтравлял Воздух Вот Я здесь Вот Сделал В новом Окружности Сделал Желобок Под шланг Сейчас идеально По центру Идет Соответственно Менее мощные Пружины Поставил Они так же Справляются То есть Мощнее Не надо То есть Меньше нагрузка Соответственно На двигатель Втягивает Он Тоже Неплохо В общем Так же Реверс Здесь Порт Под Протечку Жижи Что тут Еще есть Соответственно Включаем Выключаем Здесь Нажимаем Меняем Скорость Работы Насоса Вот Все Изделие Готово Конструкция Удачно Получилась Не считая Вот этого Шума Туха Но это Дело Думаю Решимо Я еще Нашел Решение Других Конструкций Попробую Потом Если Это все Дело Получится Хорошо Я сделаю Во первых У него будет Производительность Выше Раза в два В три То что я Сделал И Мощность Будет На приемлемом Уровне То есть Он не будет пропускать шаги Там уже Контроллер С обратным Датчиком Кода Двигателя То есть Если даже Он фиксировать Будет пропуск шагов Он будет менять Оборот двигателя С такими оборотами Ротор Тяга Насоса Очень хорошая С такой высоты Ну Со стола Высоты Стола Он втягивает Очень даже Хорошо Моделька Версии Три насоса У меня Обновилась В общем Сейчас Штатно На насосах Версии Три И версии Один И три Насоса Идет крепление Под датчик Пролива Он закреплен Жестко Его не надо Каждый раз Ловить И контролировать Чтобы он никуда Не убежал Вот его поставили И он стоит Жестко Также На версии Три насосах У меня Разъем Подсеватьевой Шнур Компьютерный Для удобства Можно Снимать Также Я отказался В головке Насоса От шланга С толщиной стенкой Полтора миллиметра Сейчас стоит Шланг С толщиной стенкой Два миллиметра Так как Этот шланг Сева показал Более живучим То на тосте Он тонну воды Отработал Остался живой Потом он Расправляется В головке Насоса Полностью Фактически Он круглый Со стенкой Полтора миллиметра Со временем Он немножечко Плоский И он не полностью Расправлялся Справлялся Хуже Своей Работы Соответственно Тяга насоса Увеличилась Он стал Лучше тянуть И так же Я выставил Сейчас сразу Обороты Максимальные При которых Он стабильно работает Без блокировки Энкодера Двигателя Запускаем Тест Секундомер Приготовил Включаю Напор Очень сильный Если я сейчас Фланг Слышать И режму Он может Порвать Фланг С такой скоростью Потребляет Воду 34 секунд 35 секунд Так Сейчас мы Посчитаем 3 литра Делим На 35 секунд Это получаем Производительность В 1 секунду Умножаем На 60 секунд Получаем Производительность В 1 минуту И еще умножаем На 60 Это производительность В час Итого 308 литров В час Так как банка У нас Чуть больше 3 литров Здесь было наполнено Округлим 310 литров В час Примерно Работа Насоса В этом районе Ну в среднем У кого какая Мощность Колонны Плавный пуск Обратный ход Вот теперь Я думаю Вы все поняли Пазл у вас В голове Сложился До этого Я выпускал Коротенький Шортс Про этот Насосик И еще Один Гаражный Умелец Приходил Ко мне И писал В комментариях Что за 5000 рублей Он сделает Вот точно Такой же Насос Я к нему Зашел на канал И знаете Что там Обнаружил Обнаружил Как он Дел себе Автоматику Начал он С умной Розетки С вайфаем И закончил Тем что Просто Купил Готовый Регулятор Мощности Вот на этом Все и закончилось Поэтому Вы пойдете По этому же Пути Купите что то Оно не подойдет Надо будет Еще что то Купить Еще что то Еще что то А в итоге Потратите Деньги И время Вместо того Чтобы Вот взять И купить Уже Готовый И проверенный Продукт Сейчас хочу Рассказать вам О некоторых Особенностях Эксплуатации Этого Насоса К насосу Идет Вот такая Инструкция Ее нужно Прочитать От корки И до корки Она очень Подробная Некоторые Особенности Я сейчас Вам расскажу Что Во первых Нужно знать Пластик Из которого Сделан Насос Головка Не предназначен Для температур Выше 70 градусов То есть Если вы Начнете Этим Насосом Качать Какое-то Горячее Пивное Сусло Или Горячую Флегму То Головка Может Деформироваться И выйти Из строя Это нужно Знать Анатолий Делает Другие Версии Из другого Пластика И тот Пластик Предназначен Для высоких Температур Это все Нужно Узнавать У Производителя Далее Сразу же По Головке Головка Рассчитана На Шланг Определенного Диаметра И Определенной Толщины И Вот здесь Все параметры Этого Шланга Они Написаны В инструкции Поэтому Используйте Только Тот Шланг Который Советует Производитель Шланг Который Советует Производитель Способен Перекачать До Пяти Тон Браги То есть Без Всяких Проблем Следующая Особенность Если Вы Перекачали Уже Достаточное Количество Браги И Оно Превысило Допустим Пяти Тон То Шланг Естественно Износился Во время Очередного Перегона Он может Начать Где-то Подтекать Протрется И начнет Подтекать Что Что В этом Случае Нужно Сделать Обязательно А Датчик У вас Просигнализирует Об этом То есть Влага Будет Сюда Попадать Все Обязательно Сразу Останавливаем Погон Разбираем Головку Нужно Будет Снять Вот Эту Часть Два Барашка Отключить Открутить Вот Здесь Два Шурупа Внизу Два Шурупа Все Разъединить Получаете Доступ Головки Снимаете Шланг И Первое Что вы Делаете Головку Нужно Хорошенечко Промыть Потому что Барда Которая Будет На нее Пропадать Это Кислотная Среда Если Вы По каким-то Причинам Будете Продолжать Перегон Ну Типа Ну Подтекает Да и Подтекает Ничего себе Догоню А потом Еще Это Все Дело Оставите На какое-то Время В головке Как вы видите Стоят Подшипники Подшипники Заржавеют И Придется Головку Ремонтировать Поэтому Хорошенечко Все Промываем Водой Можно Использовать Какой-нибудь Медицинский Шприц Чтобы это Все Промыть Далее Просушить Хорошенечко И На подшипники Капнуть Машинное Масло Излишки Машинного Масла Удалить Салфеткой Не Применяйте Ни в коем Случай Силиконовую Смазку Она Не Предназначена Для работы Головки Вот такая Особенность Следующая Особенность Которую Нужно знать На табло Отображаются Обороты Двигателя Вот здесь Видите У меня Выставлено 234 Оборота В инструкции Написано Что Максимальные Обороты Двигателя 1100 1100 Но Опять-таки Вот здесь Написано Что Показания На табло Нужно Умножать На 2 То есть Максимальные Обороты Которые Можно Здесь Выставить Это 550 Оборотов Если Вы Превысите Эти Обороты То Двигатель Остановится По перегрузке И здесь Загорится Вот этот Светодиодик Лечится Это В принципе Очень Просто То есть Нужно Просто Сбросить Питание И убавить Обороты Все Бывают Такие Случаи Когда При Превышении Оборотов Насос Может Серьезно Зависнуть У меня Это Случилось И Загораются Уже 2 Светодиодика Вот В этом Случае Я Вот Видео Не буду Рассказывать Подробную Инструкцию Что И как Сделать Нужно Будет Связаться С Производителем У Анатолия Есть Группа В Телеграм На Которую Я Дам Ссылочку Связаться С Анатолием И Он Вам Конкретно Скажет Пошагово Что Нужно В этом Случае Сделать То Если Вот Здесь Загорятся 2 Светодиодика То Уже Простым Выключением Питания Вы Не сможете Сбросить Ошибку Вот В принципе В основном Все Что нужно Знать По этому Насосу В следующем Видео Мы С вами Уже Займемся Непосредственно Перегонкой Дом Спир 2 Обновленный Куб Настоящая Трехдюймовая Колонна В состав Которые Входят Царго С медными Тарелками Супер Мощный Дефлегматор Кожухотрубный Доохладитель На миних Клампах Скорость Отбора 2 литра В час Посмотрите Сколько Великолепных Напитков Я уже Приготовил На этом Самогонном Аппарате Даже Профессионалы Будут Завидовать Новичку Который Купил Дом Спирт 2 Я буду Перегонять 200 литров Браги При этом Буду Использовать Самое Инновационное Оборудование У меня Будет 3 дюймовая НБК От Мастерской Вечный Зов У меня Будет Парогенератор От Мастерской Стельмастер Ну и Конечно У меня Будет Вот этот Замечательный Насос От Питхаб А пока Братья Самогонщики На этом Все Как всегда Не голов И не хвостов Чтобы не Был на Сцени Всем Бобра И пока Сцени Продолжение следует...